Ну что мы снимаем или что? Так, снимаем. Речь у нас сегодня пойдет о метросексуалах, о мужчине, который фокусирует все свои центры внимания исключительно на себе. К геям никакого особого он не имеет отношения, с его сексуальной ориентацией хочу только себя и только себя. У них, кстати, сниженная потребность в сексе. Они его особенно так уж прямо не хотят. Они хотят себя только исключительно. Они подразделяются, вот эти метросексуалы, на япи, просто можно на каких-то мажоров, золотую молодежь и так далее. Причем мажоры раньше их называли, когда, вот помните, шапки к иностранцам они продавали в советские времена или какие-то они продавали икру и всякий хлам. Для иностранцев они бегали за автобусами. Их раньше называли мажорами. А вот сейчас почему-то мажорами принято называть каких-то таких вот золотую молодежь, каких-то богатых сыновочков и так далее. Вот и все. Поэтому это все имеет вот такую как бы подгруппу, что ли, вот некоторые такие из них персонажи. Ну вот мы немножечко уделим внимание япи. Есть еще такая категория также из метросексуалов япи. Это не просто он фокусирован на своей внешности, но он еще фокусирован на всем том, что его окружает. Все должно быть прекрасным и красивым. Друзья такие же модные и красивые, как я. Девушка-модель. Я достиг такого-то, значит, карьерного роста. Я директор или хозяин фирмы. Мои часы, мои ботинки, все. Моя жизнь должна быть идеальна. Даже какие-то фильмы сразу вспоминаются мне. Я великолепен, я прекрасен, все вокруг прекрасно. Люди воспринимаются как предметы и не более того. Вот здесь мы имеем природу какую? Конечно же, нарциссическую. Да? Нарциссическую. Вот это вот очень интересный персонаж. Такой япи. Это американское направление. Пошло оттуда вот это вот какая-то терминология. А теперь поговорим о классических метросексуалах. Вы знаете наверняка огромное количество. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто их знает. Правда же? Вот в нашей среде, актерской, значит, эстрада и так далее, модельный бизнес, очень много метросексуалов. Прямо вот можете по порядку мне написать, кого вы знаете. Это может быть очень чувствительный, в принципе, мальчик. Он может быть человечный. С ним, в принципе, может быть, есть о чем поговорить. Он может быть даже, в общем-то, и глубокий. Такой может быть и ранимый и так далее. А почему? Потому что природа немножко другая. Природа данной особенности дизморфоманическая, дизморфофобическая. То есть в основе будет лежать я урод. То есть вы думаете, он просто такой зазнайка и красавица. На самом деле он думает, что он очень страшный мальчик. Очень страшный мальчик. Значит, настолько он хочет прикрыть вот этот какой-то стыд, какой-то позор, потому что в основе именно это было. Вот что-то, может быть, он жил в коммуналочке какой-то. Может быть, мама у него была не очень красивая. Или папа какой-то был какой-то щедушный. Может быть, его одевали в какую-то слишком детскую одежду. Или он донашивал одежду за своими какими-нибудь сестрами. То есть там было что-то из момента, что ему было очень стыдно. Что как будто был какой-то позор. Что-то было очень такое некрасивое. Он хотел это как-то прикрыть. Хотел это как-то прикрыть. И вот это прикрытие он начинает делать это на себе. Вот он с себя начинает. Он пытается с собой компенсировать весь тот позор, который когда-то был в его жизни. И поэтому он стрижется, делает модельную стрижечку. Он обязательно делает педикюр, обязательно маникюр. Ходит на мезотерапию, делает масочки, косметологу, часики. Исключительно брендовая какая-то одежда. И так далее. Его от Япи отличает человечность. Он человечный. В нем есть душа. Это вот Япи такой бездушный нарцисс. Обычный метросексуал, он такой может быть. Может дружить даже. Но в друзья, в принципе, девушку он будет выбирать скорее, может быть, чаще теневую. Или тоже может выбрать, чтобы была такая же внешняя, не позорила его. Чтобы вот красивая внешняя была. Но эмоционально особо, может быть, не вовлекаться в нее. Страдают очень сильно они межличностными, в межличностных отношениях. Причем, что эти Япи, что эти просто метросексуалы, мальчики. Страдают в межличностных отношениях, потому что им тяжело устанавливать человеческие отношения. Очень часто, предмечивая все вокруг, утрачивается какая-то вроде бы человечность. Утрачивается какая-то глубина и настоящность всего этого. Часто бывают это какие-то одинокие мужчины. То есть он настолько вовлекся в себя, настолько погрузился, настолько он не может терпеть, что что-то дома кто-то одел его тапочки, оставил, не дай бог, коробку с тампаксами где-то у него, как-то кроватку не заправил, что-то не по его. Ведь все должно быть идеально. Он настолько хочет завуалировать этот свой стыд и позор, это свое уродство. Он настолько хочет это пригладить и сделать это более прекрасным и, так сказать, благоворимым каким-то, или не знаю, есть ли такое слово. В общем, короче говоря, более красивым, да, то вот так все и получается. Но жить с ними невероятно трудно, потому что ты все время ощущаешь себя где-то в тени, где-то ты все время чувствуешь себя как женщина на вторых ролях, и вот как мамочка должна проявлять о нем заботу. Часто они выбирают, кстати, себе, то есть это или женщина, которая как мамочка, или женщина, которая вот просто такая как подружка, но она соответствует его внешним каким-то там представлениям и параметрам, да, в основе своей глубоко несчастные люди. Правда-правда, все эти мальчики метросексуалы, несчастные люди. То есть там может быть и семья, все там, собственно говоря, может быть, конечно же, но имеет очень такой, скорее, поверхностный формат, да, с ориентированием на то, а как это выглядит. Не то, как оно мне вообще на самом деле, а то, как оно выглядит. Так, что я еще не договорила? Что я еще не договорила? Все, в общем-то, я и сказала. Да, такой педантичный, сложный, да, и так далее. Все, дорогие мои, вот это я два слова вам рассказала про то, кто такие метросексуалы. В основном их девочки не любят, не любят, они их пугают. И девочки говорят, что хочу видеть мужчину, чтобы был нормальный обычный мужчина. Не обязательно он должен быть грязный и вонючий, но не настолько, что он настолько прекрасен, что становится лучше, чем я уже. Просто лучше, чем я. Уже и губки себе подкалывать начинает, там, какой-то ботокс, и бороду красить, и все это себе подбревать, и уже прямо даже, кажется, ты кажешься рядом с ним какой-то уже вообще как бы ненужный. Ну, это действительно так и есть, да, ты, собственно, какая-то ненужная. Весь, вся концентрация на нем самом себе любимом, так сказать. Все, дорогие мои, я вас целую, обнимаю. Я жду вас всех на своих консультациях по скайпу. И 30 июня, если я уже, если я вовремя выкладываю это видео, то 30 июня в Санкт-Петербурге я жду, жду вас на своем тренинге. Двухчасовом, который будет стоить 19 тысяч рублей. Жизнь без страха называется. Да-да-да. Все, подписывайтесь на мой YouTube-канал и на мой Instagram. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok